Болельщики разделились, те самые, которые загибут, они разделились на два лагеря. А? Ах, лох, лох, не попал. Мне кажется, уже сама Женя поняла, что ее сейчас цель это уже никакая не Олимпиада. Я не могу угадаться, у меня колек сломан. То Женя умыла Алину. Она была актрисою и даже за кулисами играла роль. А зрителем был я, Александр Ковокин. Он, Александр Макаров, и все вы. А я про Женечку Медведеву, которая триумфально вернулась, ворвалась снова в медиапространство, затмив всех. Про Алину Загитову уже никто не вспоминает. Все обсуждают новый союз Медведевой Тутберидзе. Старо-новый союз. Согласен, что Женя умыла Алину. Женщина должна быть завистливой немножко, должна быть хитрой. Это женская натура, я считаю. Ну, опять начинаются громкие заявления, за которые нас потом будут в комментариях на ютубе с тобой пополивать. Женя вернулась, значит, все, Алина уходит. Ну куда? Они вдвоем не будут. Нет, нет, такого не будет. Интервью Даниил Глихенгаус дал по окончании Кубка России в Сызрани, в котором он четко дал понять, что если Алина будет готова тренироваться, то в Хрустальном ее ждут с распростертыми объятиями. Они не хотят заниматься мотивацией Алины для того, чтобы она занималась фигурным катанием. Причем, они же раньше заставляли писать какие-то бумаги. А сейчас Данил сказал, что все, это была разовая история, больше они к этому не вернутся. И сейчас они хотят просто ее тренировать. И они ей поставили две программы. Пусть тренируют, учат и разговаривают, в кадре вести какие-то шоу. Они хотят заниматься именно тренерскими нюансами, а вот этими фигурным катанием, а не то, что происходит в шоу на Первом канале. Ты знаешь, вот смотри, лежат шарики, ты все спрашиваешь, зачем, да к чему. Я тебе объясню с помощью шариков, в чем отличие Загитовой от Медведевой. Хотя они на вид одинаковые, да? Вот смотри, я сижу разговариваю, да, вот сижу просто говорю спокойно. Да, вот я такое все, там Алина Загитова стала ведущей ледникового периода, пошла на очное обучение. То есть вот я Загитова. А теперь раз, я Медведева. Я открыл рот, кидай шарики, попадешь? Шарик, ааа, ааа, лох, не попал, давай еще, ааа, 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 слабак, ааа, ааа, видишь, не попал. А все, видишь, следят за мной, попадешь ты мне шариком в рот или нет? Так же и Медведева. Это шоу «Попади на Олимпиаду», оно продолжается. И все следят за интересом, попадет на Олимпиаду, не попадет, выиграет, не выиграет медаль. Она могла закончить карьеру уже в феврале 18-го, если бы выиграла золото. Но она проиграла, осталась, и теперь все с интересом следуют за ее преодолением, как она карабкается. У нас три с половиной недели, чтобы подготовить ее к следующему, ну, к ее первому этапу. Постараемся улучшить форму, которая сейчас есть, но какие-то совсем грандиозные действия за это время мы не сделаем, конечно. А какое преодоление у Алины? У нее все понятно. Учеба, первый канал, работа, сюда все расписано, жизнь расписана много лет вперед, за этим следить скучно, это не шоу. Нет, хорошо, с тобой можно согласиться, но мне кажется, спустя два с половиной года по окончании Олимпийских игр в Пинчане, мне кажется, уже сама Женя поняла, что ее сейчас цель это уже никакая не Олимпиада, а просто участвовать, продолжать в соревнованиях, иметь такую форму, чтобы было, грубо говоря, не стыдно на льду. То есть, мне кажется, она уже об Олимпиаде, честно говоря, не думает, особенно смотря на девочек вокруг. Не думала об Олимпиаде, она бы осталась с этим канадским странным мужиком. Так она бы и осталась с ним, если бы не пандемия. Кстати, самый интересный момент, пока был этот канадский мужик, сидел там, плакался, она не собиралась сниматься с этап Кубка России. Появилась, перешла к Туббериде, тут же ее сняли, извините, медицинские показатели. А сэр только плакался, вот у нее там проблемы со здоровьем, но ни слова о снятии с Кубка России, он не говорит, это о чем говорит? О том, что эксперимент Медведевой провалился, и он и не мог завершиться успехом. Потому что русские фигуристки, для них тренер им нужен не просто, как пришли, потренировались, разошлись. Тренер это еще как вторая мама, которая водит за ручку, там помогла, там подсказала. Самое главное, это что... Это не по видеосъемке. Да, Брайан, привет, привет, хай-хай. Они заложники ситуации. Никто не хотел в такой ситуации оказываться. Если бы сейчас границы были открыты, то Женя выступила бы и на этапе в Сизерне, и на следующем этапе в Москве. Мне кажется, Женя просто не исполнила ситуацию. Она давно собиралась. Ну что она получила с этим канадским мужиком? Она с ним получила бронзу чемпионата мира. Все, она не попала на два чемпионата Европы. У нее был залет. Залет с коньками. А вот, вот не надо вот таких. Залет с коньками. Хоть раз. Было у кого-нибудь из учениц, это ретуберит, залет с коньками. Хоть одна пришла, сказала, я не могу угадаться, у меня колек сломан. Нет, такого не было. А сам произошло. Почему? Кто не догадывался? Это стечение обстоятельств. Легко, знаешь, на стечение обстоятельств все снести. Это стечение обстоятельств. Слушай, самое главное, что Женя получила после Олимпиады, она перезагрузиться смогла после Олимпиады, когда она считала, что ее обмануло, может быть, в какой-то степени Этери Георгиевна, хотя это глупость полнейшая, но самое главное, она смогла понять, что она может остаться в фигурном катании. Она для этого уехала, и там она получила то, что хотела. Поэтому сейчас, спустя два с половиной года, она может делать все, что угодно. Она может возвращаться к Тутберидзе, она может тренироваться хоть с Татьяной Анатольевной Тарасовой. А зачем нам ждать с вами? Да? Ну, я как-то на работе не пью, но... А меня это никогда не останавливает. Ну, пожалуйста. Нет, ну я тоже могу, конечно. Самое главное, что она не закончила со спортом, хотя это вполне могло произойти тогда после Пхенчана. Ну, она, у нее есть мотивация, у нее есть Олимпиада. А что касается Этери Тутберидзе, почему она привезла двух, я был просто на предыдущей Олимпиаде, если ты помнишь, такой город Сочи. И я был на Прессухе, где Этери Георгиевна была вспомогательным звеном, потому что все чествовали Алину. Ой, Аделина, Аделина, конечно, еще, Алина, еще не было. Вот, ее тренера. А рядом силаэтери Тутберидзе, и по ее, мягко говоря, не очень такой веселым физиономии лицу. Лицу по женщинам взять физиономию, конечно. Вот, я понял, что она больше такого не допустит. То есть, такого, что ты приводишь одну фигуристку, и пан или пропал. И в следующий раз, через 4 года, она привезла двух, чтобы кто-то гарантированно взял золото. Поэтому за это ее вообще не стоит критиковать. Я думаю, Женя это поняла через 2 года. Да, естественно. И сейчас они, кстати, нормально общаются. Кто там был, кстати, почему Женя не принесла цветов? Нам что-то не показали. А может, этот регион цветы не любит, потому что лучше пироженки там или мороженое. Или от Луи Виттон какую-нибудь сумочку. Да. Хочешь пирожное? Хочешь мороженое? А он заборы красит. Ну, ты знаешь, вот Женя, она естественно, она интересна. А мне надо лишний раз рассказать. Вот, посмотрите, какая Женя такая, всякая. Мне немножко напрягает, когда вот при Алину, хорошую, тихую, скромную девочку, посмотрите, какая она, как она в шоу лучше ведет, как она стала больше разговаривать, как она шутит. Но не надо, это все равно искусственно идет. И не надо нам из нас делать дураков. Мы все посмотрим, шоу увидим, когда будет там второй, третий выпуск. Алина сделала свой выбор. Алина осталась сборной на ставке и спокойненько при этом совмещает шоу. Ну, так и хорошо. А что в этом плохого-то? В этом плохо то, что если ты на ставке сборной, ты должна работать как член сборной. А это выступления на соревнованиях, это контрольный прокат и прочее, прочее. Это нормальная ситуация. Ни в одной стране мира нет такого, что члены сборной России, члены сборной Франции, Германии, в Англии сидят, получая гарантированные бабки. У Алины, кстати, еще есть президентская премия. 52 тысячи. Ее никто уже не отнимет никогда, ни за что. Она очень нужна всем нам. Она нужна нашей стране. Она нужна каждому из нас. Саша, как тебе кажется, вообще какая была цепочка событий вот в этом возвращении Жени Катери Тутберидзе? С чего все началось? Началось все с того, что Женя поняла, что она теряет самое главное. То, чего боятся сейчас все вот. Зумер, она же зумер. Вот, зумер. Она теряет время. Время уходит. Время уходит, как песок. Так, и что она сделала? И она поняла, что надо что-то менять, что-то ломать и ушла к тренеру, с которым выиграла все титулы. А с этим канадским товарищем она только финал Кубка России при скандальном судействе и какой-то турнир, который знает только 100 ее болельщиков. Что же, какой-то турнир? Хорошо, ты бронзу чемпионата мира уже не считаешь, да, за достижение? Не может быть. Саша, я тебе напомню, она опередила Кихиру, Сакамото, Мияхару, Самодурову, Теннел, Белл. Это все фигуристки, которые в топе фигурного катания. Она всех опередила. Если ты был чемпионом мира, бронза уже никогда для тебя не будет успеха. У нее нет элементов ультра-Си. Она сейчас не может претендовать на победу, имея в соперницах фигуристок, у которых есть эти элементы. Я согласен, но с Арсером у нее вообще не было перспективного ультра-Си. С Тутберидзе не факт, что будет лучше. Тутберидзе еще Арбакова в группе, у Тутберидзе появится Валиева. Сейчас ее так подгонять немножко. А сейчас есть Соня Акатьева еще, у которой короткая программа по своим компонентам и элементам сильнейшая в группе. Сильнее, чем у Шевбаковой. Это всяко лучше, чем видеотренировки с Арсером. А все равно границы откроют не скоро, и они еще будут долго на замке. Это с Беларусью можно съездить, в Канаду ты еще не скоро съездишь. А уже нет прав вообще никаких в Канаду выезжать. Она там не учится, у нее там нет родственниц. Я говорю про другое сейчас, что ее конец карьеры все равно получается более убедительный, выигрышнее, чем у Алины. То есть олимпийская чемпиона Алина, она все вот эти годы пыталась опровергнуть вот это мерзкое, неприятное слово «выскочка». Выскочка, да, как будто она виновата, что выиграла была сильнее. Но ее уход получился каким-то очень... Никаким. Этого ухода просто не произошло, потому что уход без ухода. Она еще является детской спортсменкой. А Женя цепляется за свой последний шанс, и тем самым она служила А – уважение, Б – интерес, ну и В – ну я думаю, что ее не надо будет по окончании карьеры куда-то там приткнуть. Возьмите, смотрите, какая девочка, она себя найдет. А по Алине я не уверен. Мне кажется, что сейчас, смотря на Женю, я даже с тобой спорить не буду, ты же согласен в какой-то степени, потому что сейчас, смотря на Женю, мы в принципе можем в какой-то степени представить, что было бы с Алиной, заявись она вот и на этот сезон. Потому что как раз после Олимпиады два года, и, возможно, вот сейчас Алина уже тоже не смогла бы бороться, тем более мы помним, что было в финале Гранд-Гран-При. Да, шестое место. Да, и мне кажется, что сейчас вот как раз-таки Алина видит то, что могло бы с ней произойти, останься она в спорте, и не уйдя, она сейчас вот так вот, как она ушла. И мне кажется, что смотря на Женю, как там мучается, по крайней мере, то, что было в контрольных прокатах, мне кажется, Алина тем более не захочет больше возвращаться. Так никто не против. Алиночка, пожалуйста, идите куда хотите. Хоть на телевидение, на радио, я не знаю, там продавайте баранки у метро. Это вряд ли. Масса занятий там, я не знаю. Главное, откажитесь от ставки в сборной России. Да, скажите, у Федерации должен быть рычаг. Вот рычаг. Они придумали хорошую штуку. Хорошую штуку. Ребята, в сборную России попадаем по результатам соревнований. Набираешь определенные места, пожалуйста. Вот Стасия Константиновна не собрала, она не в сборной. Все честно. Но должен быть и обратный рычаг. Если человек без травмы, да, без травмы или каких-то уважительных причин отказывается от выступления и прочего, то он перестает быть членом сборной. Можно приостановить, можно это... Ребята, хорошо быть щедрым за госсчет. Ты понимаешь, что самой Федерации выгодно, чтобы Алина не заканчивала? Да, я слышал этот вердикт, что Федерация больше зарабатывает на Алине и прочее. Но, ребята... Ну, Алина была на всех вот этих билбордах перед контрольными прокатами. Александр Горшко. Зачем вы арендовали эти билборды? Билеты покупались в основном на нее. Поэтому, если бы ее не было, возможно, не был бы переполнен этот мегаспорт. Нет, я думаю, все равно пришли бы, потому что соскучились по фигурному катанию. А суть в том, что если мы хотим, хотим чего-то действительно строить новое, что-то правильное, как мы говорим, Россия будущего, то начинать надо вот с таких мелочей. Должна быть честная прозрачная система. Если ты не член сборной, ты не получаешь деньги. Ну, ребята, ну... Ну, слушай, честная прозрачная система, и мы видим судейство на первом этапе Кубка России в Сызране, где рисует Гойе, какие только вдумается. Ну, о каком может быть прозрачной системе? Хорошо, давай финализируем. Финализируем. Пекин 2022. Там не будет ни Алины, ни Жени. Что они в этот момент делают? Мне кажется, они уже вместе ведут ледниковый период на Первом канале. Ой, Алексей, а что с вами случилось? Я поучаствовал в небольшом ДТП, и мне немного зажало между расширительным бачком и тормозными колодками, и мне зажало лицо. И, как видите, у меня такой нос. Алексей Ягудин уже уходит на пенсию, его сменяет Женя, и вот две такие красотки, пометуя об их каких-то возможных конфликтах в прошлом, вот как-то Первый канал их, может быть, немножко сталкивая лбами, их в кадр впускают. Это пять, ну, семь секунд. Вот я, например, красавец, да, на меня посмотрели семь секунд, ну, больше, ну, десять. А потом жду, что я открою рот и что-то скажу. А-а-а! Вот. И так же и там, извините, но... К 22-му году они могут обе обе подчинять. Я не верю, я не верю, что Алина искусственная. Ну, она просто... Саша, они с Иваном Бургантом на одном канале работают. Они скажут, Ваня, помоги нам. Смотрите, какая красота, вы посмотрите! С ума сойти! Как красиво! Как будто Алина... Как будто Алина собралась в Государственную Думу от партии КПРФ. Такие красивые плакаты. Что такое? Ну, друзья, это все искусственно. Женя может подтянуться, а про Алина я не верю. Но я в одном убежден, что они в Пекине, их повезут как телекомментатор. Да-да-да, как Лизу тут там ушел. Хотя, хотя, последний сказал, у Алины был шанс стать действительно великой фигуристкой. Великой, без всяких выскочек и прочее. Потому что в истории российского фигурного катания не было еще двукратных олимпийских чемпионок. А в истории мирового катания таких тоже там все трое или четверо буквально. И тогда бы она точно стала великой. Она не захотела. Это ее право более чем. Но вместе с этим, после того, как она отказалась, у меня лично всякий интерес к ней пропал. Да, она живет своей жизнью, бога ради. Но теперь мое все внимание переключилось на Женю Медведю. Потому что она продолжает кармин, за ней интересно следить. Смотри, мы с тобой просто забегаем далеко вперед. 2022 год. Будет ли Женя и Алина, будут ли они на чемпионате России, который будет в Челябинске в этом году? А с какого урожна Алина должна быть? Она от Кубка России отказалась. Она еще не отказывается. Она может еще успеть заявиться на два московских этапа. Я думаю, что это вряд ли. Она не тренируется. Она сделала выбор в пользу шоу. Ну, то есть в 2020 году мы Алину не увидим. И в 2020, и в 2021. Потому что она не выполнит никакие нормативы, и сборной ее быть не должно. Нет, она же сможет выступать на соревнованиях. Условно говоря, сейчас юниоркам дают возможность выступать среди взрослых. Может, для Алины тоже какое-то исключение сделают для Кубка России в следующем сезоне? Да, но она не должна быть членом сборной. Нет, это не обсуждается. А Женя, вот мы сейчас ее уже Глихенгаус подтвердил, что мы ее увидим на этапе Кубка России в Москве. А следующий этап тоже, видимо, второй московский. И тоже она там выступит. И тогда уже будет ясно. Я уверен, что Женя попадет на чемпионат России. Уверен, что там она не снимется из-за проблем с коньками. А вот дальше будут смотреть. Возможно, возможно, даже Женя... Ну, в тройку вряд ли. Я не особо верю. Но само шоу «Попади на Олимпиаду» будет продолжаться. И сейчас она обрела новые краски. За ним еще более интересны. Потому что тут Беридзе не будет брать фигуриску, которая не видит вообще никакой перспективы. Ну, зачем ей это надо? Она пожалела девочку, которая знакома больше 11 лет. Это не про Тутберидзе, не поражалась, я думаю. Она видит какой-то потенциал. И от этого еще более интересно за ними следить. А Алина, ну, Алина в шоу. Самое главное, чтобы мы Женю больше не жалели. И Алину мы тоже не жалели. За что Алину жили? Ее болельщики больше не говорили. Да, ну как же, нет, болельщики же сейчас как? Болельщики разделились, те самые, которые за Гиббота, они разделились на два лагеря. Те, которые за Алину, и те, которые теперь еще и против Этери Георгиевны. Потому что она взяла Медведеву. Да, они видят в ней как предателя сейчас какого-то. И вот, мне кажется, возможно, вот эта тоже линия будет дальше вестись. Тоже будет интересно за ней следить. Мне грустно, что то противостояние, которое мы предвкушали после Олимпиады, Загитова-Медведева, оно оказалось каким-то неким пшиком. Потому что они фактически на чемпионате России в одном месте были, пятое-седьмое там за кадром. Чемпионат мира. Все, больше их на гран-при они разводились. Женя на финал и перестала попадать с канадским дяденькой. Вот. Брайан Орсер. Да, да, точно так. Вот. И поэтому это противостояние, к сожалению, закончилось. Вот, фактически закончилось. Оно не началось сегодня, да. Поэтому следим дальше. Желаем Жене успехов. Алине тоже удачи. Вот. Но... Конечно, даже шарик не попадает. Шарик не попадает. Вот, надеюсь, что Женя попадет на Европу. Будем надеяться. Начинай. Мы с Женей подруги. Подруги по команде, подруги по жизни. Но в спорте, естественно, мы конкурентки. Это спорт. Спорт – это одна из разновидностей войны, в которой, ну, действительно, если хочешь выигрывать, нужно рвать зубами. Как, собственно, мы сегодня и делали. Как становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...